Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас на Примусь сжигает сегодня финансовая грамоте Владимир Баранич. Володя, добрейшего дня тебе. Ассалям алейкум. Ассалям алейкум. Кто не знает, это хеллоу звучало по какому? На ком? Международном мусульманском. Международном мусульманском языке. Хакуна матата вообще. Да, да. Друзья, Владимир Баранич является экспертом, специалистом в сфере домашних хозяйств, наблюдателем за финансами домашних хозяйств, за то, что происходит с депозитами разного рода. Да, собственно, об этом мы поговорим в контексте, безусловно, той ситуации, которая происходит на белорусском рынке, с курсами, с депозитами, вкладами. Владимир, вот твоя любимая – жабык. Жабык, да. И когда выходит экономист, выходят международные разные другие экономические издания, типа весь мир в пакетиках, да, тут гигантские такие изменения в фондовых площадках. Не такое ощущение, что тот жабык, о котором ты и твои коллеги так долго говорили в отношении Беларуси, он как прокрался и заразил весь мир. Да, вот жабык, кто не знает, погуглите жабык 2020, попадете на мой сайт, вот ресурс.бай, и там у меня есть акинопедия, вот и там есть статья, присвященная жабыку. Кстати, последняя статья как раз тоже, где я написал, жабык 2020 официально объявлен, то есть на примере там некоторых банков. Но экономист, я вообще, когда увидел экономист последний, я прослезился, потому что там именно написано жабык. Кто не знает жабык, вкратце это закрыто по-казахски. Когда был в 2014 году вот этот вот самый кризис валютный, у нас в том числе, когда ждали самолеты с валютой каждую минуту, то это цитата из песни известной, то на обменниках вот в Казахстане висели такие таблички. Жабык по-русски. Жабык не пройдет. Закрыто. Закрыто, да. И вот в экономисте в этом, просто кто не в курсе, мы тут с тобой штудируем экономист, там написана обложка журнала, земной шар и табличка closed, закрыто. Собственно, это самый жабык. Жабык, это я просто аж чуть не прослезился для этого. Хорошо, в этой ситуации, да, вот когда есть обстоятельства непреодолимой силы, там, коронавирус никто не планировал, да, но такое ощущение, что все ждали, когда он придет, потому что то, что творится в мировых финансах сегодня, ну, это какая-то, знаешь, всеобщая социализация и балл, у нас есть вампиры, которые там пьют людскую кровь, а есть те там финансовые обороны, которые пьют ресурсы всех через именно такого рода инструменты, как количественное смягчение, как вот манипуляция теми индексами, когда это просто происходит какое-то, знаешь, чуть ли не телеализованное представление. Да, уже тут я смотрел разные леваков разных таких вот конспирологических, там, на ютубах всяких прочих, вот, уже там как бы, да, мало того же, палестинский же этот сам, палестинский какой-то муфтий там, он сказал, что коронавирус – это воин ислама, воин Аллаха, то есть муджахет, муджахет. Одни, другие говорят, американцы сделают, другие, китайцы, тут муджахеты, количество людей, которые будут присваивать себе вирус. Инфидель, смоздай, то есть эти все неверные должны погибнуть. Это, типа, вопрос, как списать потраченные ресурсы, а вот коронавирус сделали. Абсолютно. Причем настолько все вписывается, потому что, ну, дедушка Баффет, он давно уже пророчил вот это сдувание пузыря, он там алярмил, что вот-вот-вот-вот, потому что его тема, у нас тема, у тебя другой собеседник есть, он будет на эту тему окынствовать. А я как бы вот так, с народной точки зрения, из гущи, так сказать, гусар, которые ждали все это. И, ну, вообще ситуация мне напоминает какой-то плохой боевик вообще. Вот этот какой-то такой низкоуровневый голливудский боевик. Вопрос тогда, кто сценарий пишет? Нет, ну, сценарий там известный, среди вот трейдеров на любой, зайди там этот, там есть известный, кто этим управляет, кукол. Кукол – это вот злобный кукол, который сидит и жмет на кнопки там, которые вот трейдеры все поставили на рост валюты, а кукол пришел, нажал кнопку и все вниз пошло. Ну да, да, да. Поэтому кукол однозначно есть. Вот этот кукол, он сейчас решил, ну, что-то такое. Поживиться, да? Нашими деньгами всеми. Да. Слушай, когда было 30 доджо, сейчас там было 19 с чем-то, а сейчас опять. Такое ощущение, что качель – это вот такая… Вот люди живут в состоянии перманентного какого-то такого неопределенности, страха, фобии. То боятся за здоровье, за жизнь, то боятся за деньги, то боятся за акции, то боятся за пенсии. Потом люди, блин, наверное, думают, да ну и нафиг боятся, пойдем напьемся, обнулимся и все. Да, такое что-то иного. В Беларуси уже как бы, да, нет такого жабык. Вот этот жабык пока какой-то вялый получился, то есть ожидалось там всплеск какой. Так может быть только начало еще? Что ты думаешь? Не, может быть. Но тут ведь ситуация с Беларусью такая очень странная. Мы тут либо… Либо, как это сказать… Вот я тебе рассказывал, что старые геймеры, которые играли в игры еще на этих старых компьютерах… В начале 90-х была мега популярная игра Doom. Вот. Ад на земле. Doom. Hell on Earth. Вот. И там… Это культовая игра вообще. Doom – это вот культовая игра для того времени. И там был код. IDDQD. Это код бессмертия. То есть там у персонажа глаза такие зомбирующие становились, не моргающие. И вот он там мочил всех, а его никто не мог. Ну хорошо. Смотри. Сначала как ты оцениваешь реакцию беларусов? Это первый, скажем, месяц этого ЖБК или это вот такой тотальный многоуровень дезрупции? Смотри. Мы посмотрели с тобой данные по объему отзывных и безотзывных вкладов. Вот смотри, постоянно 1 января, правда, да? Имеем срочные отзывные вклады на национальной валюте всего лишь 380 миллионов рублей или почти 8% от общего вклада срочных отзывных банковских вкладов. Все остальное – валюта. Безотзывные вклады, значит, в национальной валюте 4,9 миллиардов – это 35%. Безотзывные, соответственно, в валюте 8,9. Смотрим мы на стайна 1 февраля. В рублях у населения 8,2 миллиарда в национальной валюте депозиты, да? А в валюте 7,55. То есть, грубо говоря, 13 миллиардов, 12 миллиардов долларов в общих денег. И люди пока, ну да, вот был такой немножко всплеск с тем, что долларов не было. Доллары сказали – подвезут, геликоптеры заказались самолетами. Как-то вот люди поумнели и люди пока еще верят во что? В банковскую систему, верят в то, что можно будет на долларах заработать из-за того, что курс летит 2,7 же, да, там 2,6, 2,7. Как ты оцени поведение наших людей в контексте и попробуй объяснить или интерпретировать их мотивацию? Ну, во-первых, скажем, начнем с того, что деньги не обещали подвезти. Как раз Нацбанк напугал всех тем, что, когда объявил, что из Штатов самолеты не летают, кстати, ну вот напугал. То есть им надо вообще-то промолчать. Я уже думал, все, на этой неделе будет ад кромешный. То есть он тогда рекомендовал все операции в безналичной, пожалуйста, безналичной операции не ограничены. И тогда как раз вот, когда я написал, что ЖАБЭК-2020 официально объявлен, именно на основе чего? На основе того, что на ряд банков у нас это, я уже сейчас не помню там, неважно. Они объявили, у них вывесились на сайте, у меня там на сайте просто есть скриншоты, вывесились объявления, ну Добробыт был один из них, они вывесили там объявление, что ограничивают операции валютные, ну валютно-обменные операции по безналичному там расчету и все такое. То есть не успели они там, не знаю, там может полчаса, час повисеть, как их сдуло. В общем все, даже страницы эти уже сдуло, в кэше даже браузера не было, я просто успел скриншоты сделать. Вот. И то есть явно, что нацбанк им дал хорошенько за это нагоняй, потому что фактически, да, вот это я посчитал началом. Ну и там, соответственно, я сунулся когда в Белгазпромбанк, хотел там, так сказать, прощупать, как там выдается отзывные, скажем так, тоже там возникли проблемы и там довольно так пришлось, я уже написал на эту тему, кстати, статью. Вот. И ну мне выдали их, выдали даже там, как бы, конечно, повели себя не очень правильно, в том плане, что надо было все-таки, у нас все-таки про репутацию не очень думать, но выдали. Ну, выдали. Ну, кстати, видно, что собирали усиленно, потому что там половина таких старых уже потрепанных купюр, то есть сейчас народ пишет, что дают новыми. Может подвезли, может быть? Я думаю, что, скорее всего, Нацбанк просто вкинул в току какие-то резервы свои. Может быть, дочки привезли. Ну, не под 9 миллиардов долларов резервы уже есть, там ЖК, конечно. Ну, я не знаю, может быть, потому что, тем более там вождь выступил, сказал, чтобы не полили резервы. Ну, он сказал, не полили резервы на поддержание курса и на вот эти вот, если там ринется народ, вскупать. Ну, да. Ну, вот странно, что не ринли. Ну, видно, все-таки вот по суммам, по этим безотзывных, в прошлое же быки основная масса была не за счет выносящих вкладов в валюте, а за счет тех, кто быстро конвертировал свои вклады в онлайне, тогда же сберки были, и можно было сразу вот в течение дня тоже сконвертировать по безналу, есть там в банке, нету, и перевести рубли сразу в валюту. Рубли в валюту. Сейчас рубли в основном связаны вот эти, основная масса все-таки на безотзывных национальной валюты. Ну, а держатели отзывных, хотя их очень много, отзывных этих вот валютных вкладов, они не ринулись пока. Вот, хотя я, откровенно говоря, я боялся, что ринуться, потому что сумма все-таки сколько там, 4,9, почти 5 миллиардов доступных к снятию, ну, не знаю, не знаю, никогда банковская система не выдержит этого. Не, ну, видишь, как-то так, ажиотаж еще пока нет. Как ты думаешь, вот, как обсуждение, да, люди насторожились, люди притаились, люди имеют какие-то для себя, грубо говоря, отсечки, бенчмарки, да, после которых они начнут действовать более, там, решительно в отношении банков? Ну, скорее всего, опыт прежней валюты все-таки выдавали, никогда ее не замораживали, тем более таких, может быть, с одной стороны, аллергический такой вот объяснение было Насбанка по поводу того, что, мол, долларов может на всех наличных не хватить, но просто как бы подвезут чуть позже. То, что, самое главное, не ограничили безналичные вот эти операции, потому что некоторые банки, естественно, пробовали там все это ограничить, но то, что их, как прежние же быки это было, ограничивали валютные операции, когда я помню, ну, и даже, по крайней мере, стараются выдавать. Во всяком случае, когда я помню, в прошлом, в 2014 году жабык был в ВПС банке, это Сбербанк, я не мог с валютной карты даже, сколько, 200 долларов, по-моему, снять. Меня записали же на месяц вперед. — Ух ты! — Да. И я с этим банком, в общем-то, разорвал все отношения, больше с ними не потому что… — В общем, вроде бы ПС, вроде бы такой солидный. — Ну, тем не менее, это факт, и я помню, что даже карточки у них хотел открыть как раз, там была какая-то маленькая сумма, там чего-то надо было внести, ну, для открытия карты надо было внести, валютные карты, а надо было внести в валюте. Я говорю, давайте, у меня валюты нет, поскольку там вот я не могу снять, давайте в рублях заплачу, нет. То есть я даже от карт отказался, то есть я, в общем, с этим банком все порвал. Потому что это пример вот такого вот, как тебе сказать, когда вот, ну, о репутации просто банк не думает вообще. — Ну, знаешь, только слишком большой такой, знаешь, большой, но это… — Неповоротливый, неразворотливый. — Ну, не только он, сейчас вот тоже как бы, скажем, «Белгазпром» выкрутился, но осадок у меня остался все-таки вот этот. Поэтому, потому что, ну, «Белгазпромбанк» у меня особая претензия, потому что тут их начальник, с одной стороны, он сказал во всеуслышание, что белорусские рубли – это не деньги. Он сказал, я никогда не хвали, не хранил деньги в белорусских рублях. — Да-да-да. — Никогда. То есть вот такой спесью, вот так вот, знаешь, вот нарочиваться. — Нет, слушай, человек нет. С другой стороны, это честная позиция, да? Я тоже, например, не доверяю белорусским банкам. Хоть они там и говорят, что они такие надежные и все, и уход на них можно заработать. Ну, это такая позиция. Long term, долгосрочная позиция. Народная валюта белорусов остается доллар. Доллар… Знаешь, мне нравятся эти рассуждения такие, в кавычках, национальные банки. Вот если бы долларизация донесла ущерб экономике, это 1,5-2% МВП. Представляешь, какой был бы ущерб белорусской экономике домашним хозяйствам, бизнесу, если бы они не пользовались долларом последние 20-25 лет, а пользовались только зайчиками. Да-да. Потери были бы там, не знаю, триллионы долларов, там, миллиарды долларов. Я тебе скажу, более того, доллар, вот как я наблюдаю вообще за обстановкой, как народ относится к этому, доллар – это вообще национальный символ, его можно было бы на национальный флаг, герб… Памятник нужно поставить предпринимателям, которые тогда самостоятельно, без централизации, без ничего накормили, одели страну на свой страх и риск, помнишь, сумками выделять. Да-да-да. Доллар – две вещи, которые… Доллар – это более того, я тебе скажу, это национальная идея белорусов. То, что объединяющее, как вот это, как не смешно это звучит и не грустно, но по поводу доллара все едины. То есть вот доллар – это объект обожания, почитания, уважения, долларовая бумажка, ну, как, скажем так, условно говоря, она вот хоть его на флаг, хоть на герб. То есть это вот то, что объединяет всех белорусов. Кроме тех людей, которые получают выгоду от девальвации и от инфляции белорусского рубля. Потому что если ты получил, например, там, как многие номенклатурные фавориты, кредит долгосрочный там на 15 лет под 5% в рублях, при инфляции там 5 и выше, да, то, понятное дело, чем больше у тебя будет таких фантиков рублей, чем меньше ты будешь отдавать, тем больше ты будешь заглазить в карманы тех людей, которые, собственно, честно, и зарабатывать деньги. – Не, ну, доллар для них всё равно это фетиш будет. Они тоже объединены совсем. – Не, они просто, они потому что потом в доллары покупают. – Правильно. – Но покупают на доллар уже то, что за пределами страны. – Правильно. – Не, я имею в виду, что доллар, в любом случае, белорусский рубль – это вот как, опять же, упомянутый банкир. Он потом дальше объяснил, что, мол, не умеете, то есть он объяснил, что белорусские рубли – это не деньги, это инструмент, скорее, спекуляции, скорее инструмент финансовый некий такой. То есть, и в принципе, доллар – это ведь тоже, даже если брать его в мире, это не просто валюта резервная. – Ну, почти 88% между данных счетов доллара. – Это на сегодняшний день, поскольку мы сейчас видим, скидывают и акции, и всякие вот эти комодити, то есть бегут из этих вот, трейдеры бегут из этих вот всех форексов, шморексов, там, из этих, ну, там, где торгуют то, что называется комодити, как это? Товарные рынки. – Товарные рынки, да. – Вот. Доллар, то есть доллар – это уже не просто расчетная единица, это и ценная бумага одновременно, и средства сбережения. – Ну да, 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 это же функция денег. – Володя, смотри, самое вот опасное вот в этой ситуации, да, мы видим, что творит Трамп с долларом, потому что когда вот мы читаем там заголовки «Трамп власти США договорили выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики», когда ФРС, федеральная система говорит, мы будем печатать деньги столько, сколько нужно для того, чтобы неинтересовать кризисные явления, включая чуть ли не каждому американцу по 1200 долларов. Это все является началом такой масштабной войны валютной, – потому что все, что будет твориться потом, да, то же там сейчас я вчера читал, 83 миллиарда долларов ушло из развивающихся рынков в результате вот этого начала кризиса, потому что банки там свои балансы подбивают. И получается, что доллар, который стал не только американской валютой, да, доллар стал уже глобальной валютой, соответственно, печатать можно долларов сколько угодно считает ФРС, и баланс ФРС показывает, что, блин, три количественных смягчения было, даже четыре, а сейчас пятое уже, да, зафигачит. Плюс ТЦБ это делает, и мы привыкаем в ситуации, когда реально через, не знаю, два-три года, вот, если не будет некого там «save heaven», там швейцарские франки, может быть, да, то это будет такое, как грохнется это все, да, и вот кэш, да, он конкурирует там с облигациями, с акциями, там, с золотом, биткоинами, шмойнами, это все, и получается, что вот Трамп, да, и там американские власти, понимая, что лучше их нету в мире, да, они злоупотребляют этим статусом. Ну, видишь, Трампа я всегда, изначально, как он появился, я его всегда жуликом называл, он, в принципе, пришел из этих вот, из, не зрелка, как это, девелоперы, которые занимались недвижимостью, это же в Штатах, это вот такая тройка особая категория, наравне там с адвокатами самых больших жуликов, то есть, которые вот, они там и людей, кстати, выселяли из домов, там, они, ну, то есть, это вот эта вот категория, то, чем он занимался в Штатах, это самая, ну, не знаю, такая вот категория, вот, наверное, хуже только наркодилеры, наверное. Вот, поэтому, в общем, то, что он так делает, это понятно, у него, так сказать, мастерство не пропьешь. Ну, да, да. А по поводу того, что вот пока что вот эти вот триллионы, ну, были же там у них национальные логи гигантские, там есть даже сайт, где там тикает постоянно, но они все равно ведь скинут, пока что, скажем так, они ведь скинут это все на нас. Вот у нас будет дефляция, у нас будет девальвация. Да, да. То есть, у них есть даже фильм такой, он ватный фильм, давно был снят этим каким-то российским сетом какой-то канала, ну, такой вот, какой-то он чисто такой вот пропагандистский, но там очень хорошо объясняется, я забыл, как называется, что доллар, бесценный доллар, что-то такое вот. На ютубе можно найти, бесценный доллар, по-моему, есть, он называется, там несколько серий, и он очень хорошо показан, как американцы сбрасывают, вот экспортируют с долларом, экспортируют, переводят на другие страны девальвацию. То есть, свою девальвацию сбрасывают, у них все нормально. Сейчас у них бензин у них сейчас, смотри, бензин стоит как минералка у нас. Вообще, это же, я не знаю, это просто какой-то там, ну… Можно пренебречь в бизнес-планах, понимаешь? Это капец. Я забыл, сейчас вот сколько там писали российские трейдеры, 8 российских рублей за литр, то есть, это вообще какой-то… Владимир, вопрос в том, понимаешь, когда вот мы говорим про там поведение населения, да, у нас же структура цен остается старая, да, а структура капитала вообще в мире, она меняется под воздействием этих новых фантиков. И получается, если у нас не будет гибкости в реагировании там на тарифов, цен, да, то люди будут опять-таки тратить, там, 38% потребительских доходов тратится, расходов на жертву. В Америке в 9, там, в Европе 12, да, и получается, если тут составляющая топливная, ЖКХ и все прочее, она там доходила уже до 10%. Но сейчас, если нефть там у нас сколько там получается, под там 150 долларов за тонну, да, получается, а не 366, я уже написал об этом, то получается, что надо ожидать было как бы сокращение тарифов этих там и транспортных и всех чуть наполовину. Конечно. Вот. А этого же нет? Реакции, заметь. Ни там Тебелнефтихим, никто. Об этом все молчат. Ну, там есть люди, которые кормятся от этого, у них их, их, они как это в том анекдоте, не ты, сынок, когда сын пришел к отцу, говорит, там, водка подорожала, ты будешь меньше пить. Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Да-да-да. Поэтому здесь это понятно. А тем более белорусский бизнес, я же говорил много раз, формула СИН, я его называл, это начальные буквы от матерных слов, которые обозначают украсть и обмануть. Ну да-да-да. Вот. Это типичный такой вот способ введения, подход, скажем, бизнес-этика в Беларуси. Хорошо. Чего можно ожидать в ближайшие, скажем, полгода, года, конца года, потому что трудно, конечно, предсказать, но смотри. Думаешь ли ты, что под воздействием каких фактов, с твоей точки зрения, население Беларуси все-таки начнет иначе относиться к своим рублевым вкладам в банках? Ты знаешь, я думал, вот сейчас такое затишье в связи с тем, что много связано на безотзывных. Люди, конечно, скрижащут зубами, судя по тому, вот как на форумах там один одного чмырят те, кто в безотзывных рублях. Они когда-то там чмырили тех, кто был там в долларах, особенно в отзывных там всяких вот таких инструментах, я уже не говорю, там подматрасные, как их называют, что, мол, вы там теряете, мы там 13%. Куча людей вот буквально недавно тут месяц назад вложились в 13% там была возможность такая, один банк давал, там на два или несколько лет они там вложили безотзыв на 13%. То есть сейчас они сожрались все эти деньги, с лихвой перекрылись. то есть я так думаю, что вот все усилия на дедоларизацию, конечно, на смарку пошли. То есть вот эти вот, вот эти все усилия, надо было вот это все делать. Конечно, пока панику сам жабык этот сбил нацбанк. Ну сбил, да-да-да. Нацбанк, на самом деле, не заметно, он достаточно профессионально подошел к этому вопросу. Не было никаких ограничений. Ты знаешь, мое отношение к нацбанку, я к ним отношусь вообще профессионально, как ребята, которые в 90-х годах на рынке крутили наперстки. То есть в нужное время у них из-под пальцев поролоновый шарик появляется. То есть, но я тебе скажу, конечно, если Прокоповичу дали героя, то Калауру надо дать дважды героя с установкой бюстом в его колхозе, где он работал этим бухгалтером. Володя, качество национального банка определяется в долгосрочной перспективе уровнем инфляции. Когда у нас в течение хотя бы 3-х лет инфляция будет 1-2% в год при либеральном, без ограничений платежный финансовый счет, тогда молодцы ребята сбалансировали. А пока это еще только, знаешь, там, ручное регулирование цен там, там ведут. Это все, знаешь, такое, типа, тестирование. Даже детская юношка спортивная школа, понимаешь? Не-не, на перске крутят очень умело. Ты знаешь, поролоновые шарики отлично освоили. Поэтому вот то, что и сейчас я наблюдаю, вот, ну, сегодня даже. Так мастерски даже укрепили корзинку на фоне всего этого же быка. Так и русский пошел вверх. Вот и мы пошли. Русский, да. Русский, а сколько они сейчас? В данное время вождь российский выступает. И к этому, судя по всему, приурочили. Плюс тут, понимаешь, как совпадение. Вообще, вот это, ну, кто там, есть там трейдеры, аж там фигурирует. Народ, как бы, не сильно это знает. Но есть такие вот волны Эллиота, там, значит, вот как раз мы сейчас оказались. Вот на прошлой неделе был пик, там волна была вверху, там был импульс. Сейчас вниз пошла волна. Это, то есть уже и даже, ну, то, что называть технический анализ. Я слышу, как проскальзывают слова из Димуры. Волна Эллиота. Нет, нет, не хватит Димура. Это же Димура, ну, он с один в один. Да, нет, Димура там есть полно, это, как бы, есть и серьезные. Ну, это известно. Просто я, например, не являюсь адептом этой вот волновой теории. Ну, есть, понимаешь, холивары идут между фундаменталистами, фундаменталисты, которые смотрят на внешний фон, что, вот, мол, это зависит сегодня, там, Трамп в Твиттер написал, это фундаменталисты. Да. А Эллиотцевцы, ну, вот идет этот импульс сюда, это сюда. Я всегда же говорю, попытки это все дело предсказать, напоминают мне попытки, типа, предсказать, как будут развиваться события в шахматной партии той или иной. Понимаешь? Да. Ну, просто сейчас вот совпало. С гораздо большим и непредсказуемым количеством ходов и фактов. Да. Сегодня совпало. Но факт остается фактом, что даже по официальной статистике я смотрел по Интерфаксу, по-моему, какому-то там российскому сайту. Свежей не было, но за 20 число Нацбанк на поддержание рубля вкинул 13,5, по-моему, миллиардов российских рублей. Ну, еще и только начало. Да. И вот, допустим, этими днями они где-то больше сотни миллионов долларов каждый день они вкидывали на поддержание курса. То есть, в принципе, деньги берутся из фонда национального благосостояния. То есть, соответственно… Два годика его может и не быть, если так тратить. Понятно. Ну, вот и нефть там подскочила на сантиментах, что там какой-то тоже, опять же, Трамп чего-то там сказал, кто-то там саудиты чего-то там согласились. Здесь нефть немножко… Ну, знаешь, сейчас это уже с 27 до 28, то считается… О, какое повышение нефти. Месяц назад вспомнил страшный вирус. 65-70 было. Это как в фильме «Наша Раша» там был такой эпизод, там где бомжи на рублевке там говорят… Страшный сон бомжа бороды. Он говорит там… Сифон, нефть по 5 долларов, рублевке конец, нам тоже конец. Молоко дороже нефти, понимаешь? Да. Тонна пшеницы стоит дороже тонны нефти. Тонна пшеницы 200 баксов. А тонна нефти там 150 российская. Кстати, о пшенице. Между прочим, второй элемент ЖБК, ведь Россия сказала, что прекратит поставки вообще вот всей этой вот крупы там и прочего. Бакалей у нас все из России идёт. Да, да, да. Я не знаю, почему из Украины не везут это, хотя там и масло подсолнечное лучше. Вкуснее, да. Да. Ну и вообще там, да. Так я вчера набег совершил на пару этих вот… Поддался панике. Ну, поскольку сегодня разговаривать нам надо было, я решил сходить в народ, проверить, что там делается в народе. Что это такое остаточное явление? О, кризис, надо что-то закупать. Речка исчезла. В Евроопте какая-то очень замшилая какая-то дорогая лежит. В соседях исчезла. Вот в моем магазине, по крайней мере, только хлопья дорогие лежат. Те, которые, наверное, вот по старой цене завозили по старому курсу, она исчезла. Скорее всего. А сейчас много завезут и не будет столько дороги. Скажем, вот мой основной, моя любимая овсянка осталась. Там в Европе горох пропал, который я там покупал обычно. В соседях. В соседях всё есть. Вот такие потребительские товары домашнего пользования. Телевизоры эти тоже так понимают? Тарили, тарили. Народ спасает. Телевизоры, как в той песне, вот этого вот, самое-самое, кто хочет послушать. Нет, на сайте есть она там, и в Ютубе она называется «Самая-самая валюта». Если ввести, там такой есть парень, ОМГ его называют, он поёт такие всякие, ну как он такой сочиняет, берёт какую-то популярную мелодию, на неё он кладывает свой текст, и как раз вот он и сочинил в 2014 году. Там есть такой припев «Самолёты с валютой каждую минуту». И там у него есть такой припев, там он говорит, там он такой кадр сделал, там бабушки такие, «Вы там развалили там экономику, зато я не дрался за телек в электросиле». То есть вот сейчас тоже набег был. Ну, кстати, на форуме я там видел высказывания «Пятого элемента», один из таких вот ведущих сетей, что, мол, там нету в «Пятом элементе», разнесли, всё, ничего нет. Там написали, что нет, всё есть, просто у нас там склад просто переехал. Ну да, какие-то причины. Национальный банк тоже самое говорится. Но при этом на вот этих вот в интернет-магазинах уже пересчитывают цены по 3 рубля за банк. Ну, такая же логичная. Появились валютчики уже. Ну, они куда-нибудь не исчезали, они, в общем-то, обслуживали определённую категорию граждан, которые старались покупать, чтобы не светиться. Теневой рынок. Да, то есть они всегда были, но они сейчас по 2,8 продают. Вот, как я понял. Ну, по описаниям, особенно в провинции, в провинции по сообщениям мест, там всё-таки в банкоматах и в банках напряжённо, ну, вот как пишут на форумах, поэтому там они, соответственно, появились. Поэтому, да, кстати, возвращаясь к нашему любимому коронавирусу, позавчера я был в строительном магазине, вообще нет этих респираторов, мне нужен был строительный респиратор, даже не респиратор, а пару банок таких вот к промышленному такому, типа противогаза с двумя такими банками. Нету, даже нету этих банок, а вообще как будто девственно-чисто. Не то, что полок нет, там просто вместо них какие-то очки, даже очки такие специальные, вот которые были маски, забрало такие, исчезли. Я не знаю, кто будет забрали ходить в этом по улице, хотя я их не вижу нигде на улице. Ну, спрос на розницу достаточно серьёзный, да? Да, то есть вот эти вот особенно… Не знаю, как все рабочие будут работать, это же безопасность труда, как она, пострадает же наверняка, потому что ну как вот лакокрасочные работы проводить без этого, который я, собственно, и хотел купить, вот эти вот фильтры органики. Ну, да, да, да. Ну, знаешь, с другой стороны смотрят до конца года. Если там уже все говорят, что, ну, если мировая экономика Китай, Европа, Америка, ну, Америка может там накачать этими триллионами долларов, она как-то ещё удержится в плюсе, да? То это год, ну, либо ноль глобальная рецессия, вот, а Россия будет в минусе, если опять-таки не будет активно прожирать свои ресурсы. И мы, понимаешь, у нас тоже там ресурсов, ну, максимум на год хватит активного поедания во время президентской компании, а всё остальное потом, вот, уже, видишь, было 520-530, зарплата уже, если пересчитать по курсу 2,6-2,7, тогда уже будет 425-430. Да, ты понимаешь? И всё, минус 80 долларов, как корова с языком слезала. Не, ну, здесь уже, хотя ты знаешь, глядя на то, что Беларусь, вот, по сравнению со всеми странами, там, везде там какие-то адские какие-то просто репортажи, говорят, это как плохой боевик смотришь. Вот этот был же, в 2011-м, по-моему, году был фильм, как-то он назывался «Эпидемия», там, вот, в общем, похожий. Вот, и там прям какие-то гробы везут в этом самом, в Италии, в Испании. В Испании тоже самое страшное. Там какие-то там страшные вообще, хотя если посчитать, ну, вот, по статистике там взять, посмотреть статистику там, ну, это отдельно, наше отношение к этому, в общем-то, совпадает с позицией нашего руководства высшего, то есть, как бы, всё, тут паника раздута. Вот. Но вот Беларусь получился такой островок, ты знаешь, может, и пронесёт, может, действительно у руководства они ввели этот код IDDQD, и там ещё есть код, я сейчас его забыл, код на неограниченные AMO, это этот самый, на неограниченные патроны там, все эти самые… Иллюзии вызывают какие-то ассоциации, вот у меня сразу, как я же когда-то в Дум играл там сутками напролёт, поэтому… В этой суматохе все, в этой сумятице неопределённости, я так понимаю, что вот это вот… проснётся ли некий интерес белорусских там вкладчиков традиционных этих там и холяков, и этих гусаров к другим инструментам, потому что меня вот как бы смущает, есть группа белорусов, которые занимаются белорусскими ценными бумагами, ОАО, там целая группа, они там смотрят там, тщательно там у них доходность достигает, дай бог им, конечно, удачи и процветания там 35% в год, вот они белорусские акции покупают, скупают там, обменивают дивиденды и считают, ну это как бы серьёзно к этому относится. Но львиная доля вот тех денег, о которых мы с тобой говорим, там порядка там 22 миллиарда, 12 миллиардов долларов, да, в пересчёте, да, они в банках, это ресурсы банков, которые они используют там чё знает как, да? Да, да. И если появится какой-нибудь, знаешь, фондовый рынок, либо возможности, значит, инвестировать в фондовый рынок, вот как то, что мы говорили, там, приор там инструмент имеет, альфа имеет, по-моему, инструмент такой, вкладывать в него. Сейчас почти все банки крупные имеют, у них просто там тарифы заградительные у них. Ну, в том-то дело, что они съедают себе, наверное, вот всю эту маршрук, которую... Я в Белгоспромбанке как раз посмотрел, какие у них тарифы, ну, меня они ужаснули. И вот, и в этой ситуации что нужно сделать для того, чтобы людям, да, раскрыть возможности вот этого мирового фондового рынка? Потому что, ну, хорошо, вот, словно, ты там закупился акциями там на пике, да, потом продал, потом вот если, например, у тебя была возможность купить, когда Dow Jones был по 18, а ты за год мог бы поднять там 70-100%, даже, может, даже больше. То есть, такие диспекулятивные вещи, но, тем не менее, требующие какого-то персонального сопровождения. Ты знаешь, вот, сам побывав в этих всех штуках, покрутившись, ты знаешь, я же даже в МММ был и выскочил живым оттуда. Да, да, ты говорила. Вот, поэтому я уже бывалый до невозможности. Битый. Битый, да. Тёртый калач. Да, и ты знаешь, наверное, единственное, что, как бы, вот, у нас тут хорошо, что народ всё-таки в это не лезет, потому что там можно статься без штанов в буквальном смысле. Не, ну, почему, слушай, ну, если вот на депозиторах этих всех, то есть, ну, у кого сейчас устраивают валютные вклады, слушай? Ну, ты лежишь, там, получаешь там 0,6%, да, ну, это же вообще не избережение, это же, тем более, не инвестирование. Не, у меня есть... Кучи людей. Володя, смотри, просто вот, если, например, там, конечно, был 2,1 в начале года, а сейчас 2,7, ну, да, то там, чё посчитал, о, классно, нормально. У меня на 20 лет вперёд двухпроцентный вклад есть. В доллары? Да. А, ну, это да. Да, я с него, кстати, сниму, он отзывный, между прочим. То есть, тот, кто подсуетился, бывалые гусары, бывалые гусары, они все, это же старая традиция открывать закладки всякие там, всё, то есть, есть ещё, если там их не прикроют, если их там, по ним ставки не снизят, они ещё есть. Ну, что такое 2%? Это, ну, это мизер вообще. По сравнению с теми рисками, которые сейчас есть, это ничто. То есть, в принципе, по сегодняшним рискам там должно быть, ну, как минимум 6%, я считаю. Ну, да. Поэтому, знаешь, вот что, если бы, допустим, у нас в нас в принципе не может думать про население, но если бы власть думала про население, наверное, всё-таки, во-первых, то, что мы давно говорим, разрешили бы свободное хождение валюты, не занялись бы этой ерундой в игру в национальную крепкую валюту. Ну, да. То есть… Ну, уже вроде бы не играют, понимаешь? Национальный банк адекватно отрегировал. Не-не-не, имею в виду, всё равно, ну, посмотри, вот ты идёшь на где-то импорт, любой импорт, всё равно он будет дороже обходиться. Я не могу заплатить сразу в долларах. То есть, я иду в какой-нибудь любой из этих каталогов того же онлайнера, и там по 3 рубля уже пересчитываю. Зачем мне это надо? То есть, если бы раньше было в долларах, я мог расплатиться, и всё. То есть, в принципе, для Белоруссии национальная валюта столь же необходима, как и армия. То есть, вообще нет необходимости в ней, потому что… Вообще, это правильный способ, просто инструмент перераспределения ресурсов в пользу избранных. Да. Национальная гордость может быть за нечто такое стабильное, позитивное… Доллар всё равно национальная гордость. У нас национальная гордость – это доллар. Да, это народная валюта, поэтому я говорю. В этом плане я категорически против вот такой дедаларизации искусственной, потому что она, опять-таки, увеличивает риски для обыкновенных людей. То есть, если бы, в принципе, власть была человеческая, народная, скажем так, они бы могли, в принципе, сделать так. Ну, самый простой способ, какой я бы предложил – это покупать те же слитки Нацбанка, какие-то инвестиционные монеты по нормальной цене без этих диких спредов, без всяких… в той же валюте же покупать. Надо перевести там в рубли, потом ещё куда-то там идти, плюс продать там очень невыгодно получается. То есть, вот, пожалуйста, храните в золоте. В золоте. А в чём проблема купить золото – не проблема. Вообще, покупая на внешнем рынке по цене примерно равной, я не знаю, которая на рынке существует с небольшой маржой, может быть, за счёт услуг по переплавке и всего прочего. Ну, хотя золото будет падать. Я считаю, что при таком гигантском как бы вливании в экономику фантиков денежных, центральных банков, люди всё равно же будут подумать – хорошо, но вот сегодня это, если ты не попал в эту струю первой, то потом ты будешь, знаешь, гигантское количество фантиков или вот эти вот надувания пузырей будет совершенно очевидным, потому что пойдёт, что куда тебе будут вкладывать деньги все? Ну, закроют дырки. Да, потом либо токсичные активы переведут в развивающиеся страны, в менее престижные, неуполномоченные получать эти деньги в финансовые структуры, либо в недвижимость, либо опять в фондовые рынки. То есть, это 2021 год тогда лязнится будет с такой силой, что мама не горюк. Ну, я сказал, падать будет временно, просто сейчас как товарные рынки, они падают, золото сейчас растёт. Краткосрочно, да. Есть такое мнение, может быть, и не будет. Я просто говорю, что трейдеры вот считают, опять же, по этим вот теориям Уэллиота, по волновым, что, мол, там чуть ли не до 700 за унцию упадёт. То есть, вот тогда они, кстати, вот эксперты эти говорят, что надо тогда тарить золото, потому что после этого уже будет полёт в космические баксы куда-то там. Ну, имеется в виду золото вверх, а бакс там уже неизвестно куда улетит. Вот. Поэтому, ну, знаешь, вот в такой ситуации, что сейчас создал Трамп, когда он вообще бакс этот как резервную валюту уже… Безиновый бакс называется. То есть, это просто… Вот то, что сейчас происходит в мире, это просто ужас. То есть, вот нет ориентиров. Да, да, да. И то, что Беларусь оказалась каким-то островком, ну, хорошо, если у нас сработал этот код IDDQD. То есть, это вот… У нас, понимаешь, есть вот единственный фактор, который на нас повлияет, да? Нефть, технологии, неплатежи, обслуживание долга валютного. Понимаешь, не забывай, что у нас там 90 с чем-то процентов госдолга в валюте твёрдой. Внутренний долг в валюте, блин, эти вот Минфины постоянно покупают, радуются того, что дают пищу. А сейчас, когда всё это в валюте, а люди-то не в валюте зарабатывают, понимаешь, а в рублях. Знаешь, я подумал ещё, смех смехом, а магия-то присутствует. Ведь недавно на вертолёте нас этот самый главный поп облетал и поливал этой самой магической жидкостью вот этот самый Минск. То есть, может быть, это… Когда-то же Калаур писал, про него там было интервью с ним, что он там каждый день на работу едет и молится на то, чтобы российский рубль там не падал и рос вверх. Может, он там свечку трёхтонку поставил, чтобы это самое… Может, они не от коронавируса поливали, а чтобы… Чем другая. А чтобы… Рубль ростом… Бром распространяли, как в армии полный, давали солдатам, чтобы они возбуждались. То есть, это, ну, понимаешь, это магическое мышление. Вот представь, это магическое мышление. То есть, поэтому, когда я говорю про вот этот вот магический код, IDDQD, ну, а чем он хуже того, что там из вертолёта поливают святой водой? Друзья, к сожалению, мы очень часто видим в последнее время примеры антинаучного, антиздравый смысл поведения и мистика и в Америке, и в Европе, и в Белоруссии, и в Украине, и в России. То есть, ощущение, что вообще у нас вот тёмные dark ages, да, вот они are back, да. То есть, это просто вот мы хотя бы и ходим в современную одежду, пользуемся смартфонами и шмонами. Но уровень вообще понимания и уважения законов, экономики, законов человеческой деятельности, вот именно такой средневековье, такое тёмное, да, которое мы видим из сказок там о разбойниках, о бандитах и о всем прочем. Но, тем не менее, не будем терять надежду. Друзья, пожелаем нашим слушателям всем здоровья, не чихать, чихать на проблемы, но, конечно, не чихайте на здравый смысл и науку, они вам пригодятся. Володя, спасибо большое ещё раз. Владимир Баранич, специалист в сфере домашних хозяйств, АКИН по-нашему, специалист, который следит и жесточайше комментирует и высказывает с точки зрения по самым животрепещущим вопросам. Будьте с нами, следите за, не только за курсами, но будьте в курсе событий в широком плане, тогда риски совершения ошибок будут гораздо меньше. Всего хорошего. Пока. Салям, комрады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова